давненько мы с вами не были здесь на скамейке нашего счастья то не погода то я отъезжал ну вот посмотрите наш осенний пейзаж уже скоро тут будет и лед и будем еще льду радоваться но интересно то что береза которую я вам обещал что должна 40 дней опадать опала достаточно быстренько как-то она вот не так как обычно что начала желтеть и 40 дней хотя честно говоря если мы посмотрим первые мои кадры я как раз где-то числа 3 или 4 сентября говорил что она начинает желтеть но она как-то остановилась и долго стояла зеленая а потом раз и все то есть теоретически вот сегодня у нас покров и сегодня как раз время когда она практически опала но если это так то маленечко меняется график то есть вот теперь основные морозы встанут через 40 дней после опадания но ей опадать еще дня два это значит числа 16 17 ноября то есть появятся большие морозы а основные станут еще позже то есть все равно они появляются только концу декабря и зима будет мягкая как я то есть средний такая спокойная будет зима потому что она желтела моя береза вся целиком красота конечно до сих пор даже без листьев неописуемые давайте я маленечко покажу как тут все блестит как тут все почему природы в любое время красиво мы даже как-то вот с матушкой рассуждали что а как же вот живут в других странах у которых все время одна и та же природа теперь камеру не установишь то такое наше то счастье что у нас тут все время меняется она то одна то другая это зеленые это желтое то белые и и конечно хорошо но у меня сегодня размышление другом размышление о том как мы немножечко неправильно воспринимаем духовный мир с его событиями и вчера просто опять натолкнулись на то что ну вот там ваша в религия она уже старинная она отжила и чего нам за нее цепляться у нас какие тут новые формы и у нас новые какие-то значит вероисповедание так можно сказать хотя я честно говоря не вижу совершенно никаких новых таких вот вероисповеданий так так их назовем чтобы они не опирались на что-то старое то есть все равно все берут богов уже давно придуманных если кто-то считает что придуманные или познанных и просто дают другую форму интерпретации их отношений и другую форму ну религиозного что ли исполнение своих религиозных обязанностей то есть где-то вот это вот наши литургии красивые со всеми такими этими атрибутами а где-то собрались посидели какой-то апостол или апостольша наговорили всяких так наверно вам так мешает я думаю солнышко давайте я вот так поставлю наговорили всяких вещей и на этом все успокоились ничего себе солнышко а как же стоять-то тирать ну переставил камеру она тут маленечко падала и солнышко вам в глазах я надеюсь что так вам виднее меня стало так вот друзья смотрите опять разговор о том что старые религии новые религии или еще какие-то религии существует что есть новые боги что есть старые боги и поэтому нужно отвергать старых богов и нужно верить в новых богов такая какая-то есть разговоры и какая-то такая тенденция причем это практически постоянно во все времена всегда находились люди которые говорили что ваши боги устарели давайте новых если мы посмотрим историю любого государства а нас чаще учат истории египта и греции и рима нас все время считают что мы все таки в империи в римской находимся и нас надо учить истории этой империи хотя мне кажется что арии были и в индии и в китае и в месопотамии и в ассирии в сирии где сейчас и в этруске были арии поэтому нам бы нужно лучше учить всемирную историю народов где почти в каждом мы нашли бы историю своего народа и себя но с духовным миром так не проходит и с божественным миром так не получается потому что вот еще раз вам повторяю мы с вами уже обсуждали это что в духовном мире нет времени и пространство понять это нам конечно с вами невозможно потому что мы с вами живем и во времени и в пространстве вот мы в этом мы сами из себя представляем пространство вот которые занимает наше тело и сами из себя представляем и время потому что в какой-то степени мы можем себе его либо замедлять либо ускорять это смотря по какому принципу живем но в духовном мире по другому в духовном мире нет времени и пространство а это значит что вот для для нас с вами все происходит вот здесь сейчас и в любой точке пространство то есть везде с и все исполняй то так у нас про духа святого говорят поэтому когда вы говорите вот это было вот распинали Христа его предал Петр этого вот были эти события друзья если вы захотите вот так как то осознать то вот в этой точке сейчас распинают Христа в этой же точке Христос воскресает а если хотите то вот в этой точке сейчас Петр предает Христа а вот в этой точке Александр Невский идет бить крестоносцев в духовном смысле в духовном смысле то есть он помните помолился к нему пришли Петр и Глеб Борис и Глеб сказали мы тебя поддержим и так далее в духовном мире нет времени и пространства поэтому говорить о том что ваша религия старая никто не может потому что когда нет времени нельзя определить старое это или новое то есть оно оно здесь и сейчас оно идет и прошло оно будет и было и все это одновременно поэтому сроки которые восстанавливаются у нас постоянно вот через только то будет апокалипсис вот через только то значит что то там произойдет это наши это наши временные сроки и наше историческое как говорится течение времени но в духовном смысле это уже было или еще только будет и это было не там где то а вот прямо здесь прямо здесь сидел на камне Серафим Саровский и молился и если вы хотите представить что вы рядом с ним и молитесь ну представьте и будьте с ним потому что у души у нашей тоже нет ни времени ни пространства это вы ее заставляете жить здесь сейчас и вместе с вами вот ага пошли душа шопингом займемся или пошли душа в баньку сходим там тебе хорошо будет душевненько так или пивка попьем на стадиончике это мы заставляем душу жить в таком состоянии а на самом деле она хочет может жить в келье Сергия Родонежского она хочет может жить на острове с Нилом Столбенским о котором мы вчера читали житие и вот это таинство духовности настолько велико и настолько красиво и настолько действительно для нас существенно что я бы хотел чтобы вы все понимали это и не думали что вот ага вот наш век кончился мы вот нам уже 50 лет 60 лет 65 и вот-вот уже каждый день ждем что же с нами произойдет нет друзья у души то и там бесконечность и она была в боге до того как сюда воплотилась но у души и там бесконечность а воплотившись она имеет эту бесконечность уже в осознанном виде то есть вот рожденная душа осознает уже как она в этом без времени и без пространстве может существовать поэтому ну учитесь жить без брения без пространства нам Евангелие говорит не оглядывайтесь назад смотрите только вперед то есть что там у вас будущее не бойтесь ничего потому что все что сейчас плохо не значит что будет впереди плохо и для души это ничего особенного и себя не представляет вот просто успокойтесь вот успокойтесь и ищите царствие небесного господь же сказал оно приблизилось приблизилось оно и в этой точке оно и в этой точке оно и в нашем сердце потому что там тоже точка где нет времени где нет пространства и где есть царство небесное вот такой у нас с вами получился разговор об осени и об этом прекрасном пейзаже который мы с вами можем осенью наблюдать ну вот вам под конец суровость осени прекрасно и ждем зимы будет очень красиво приходите спасибо вам за внимание радости всем здоровья аминь